Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. К зимнему картингу победу завоевал 14-летний Михаил Симонов из Сызрани. Кстати, его отец Максим – пилот российской серии кольцевых гонок. Второй результат на картинг-трассе показал Тимофей Иванов – бронзу у Джамиля Якупова. До финала добрались все вышедшие на старт 20 спортсменов из Тольятти, Самары, Сызрани и Ульяновска. Еще одно удачное выступление самарских спортсменов, но уже на татаме юниорского первенства страны. В возрастной категории до 21 года. Двухкратная чемпионка России, чемпионка Европы, призер чемпионата мира и юношеских олимпийских игр Анастасия Турчева в финале выиграла серебряную медаль, уступив золото спортсменке из Хакасии. Наталья Милякова в прошлом году стала третьей на первенстве страны. В этом сезоне бронзу поделили между собой москвички Татьяна Плотникова и Екатерина Долгих. А вот крылья Советов неудачно стартовали в весенней части чемпионат России по футболу. Самарский клуб домашнюю игру провел на резервном стадионе в Саранске против Ростова. Первый и, как оказалось, единственный мяч забили через полчаса после начала матча гости. На добивании после углового быстрее всех оказался Александр Гацкан. 0-1. Во втором тайме слабенький пенальти исполнил футболист крыльев Советов Иван Мола. Вратарь Ростова легко парировал удар. Удвоить счет гости попытались в концовке встречи, но на месте, как это было не раз в этом матче, оказался галкипер Самарской команды Георгий Лория. В результате крылья зависли на 12-м месте чемпионата Премьер-лиги. Лидер – московский ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok